Мы продолжаем нашу работу и слово предоставляется Татьяне Ивановне Грушиной с докладом этапа реабилитации больных рака молочной железы. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, конечно, в регламенте представить, что этапы реабилитации больных рака молочной железы уложить невозможно, очень коротко тогда. Это я не буду озвучивать. Слышно? Это вы все видите, это прекрасно говорила Галина Евгеньевна, на этом останавливаться не будем. Вот прямо конкретно. Конечно, мы все говорим о трехэтапной реабилитации больных. Но вот по моему опыту, я считаю, что для онкологических больных должен быть введен четвертый этап, который называется пререабилитация. Почему? Сейчас вот объясню свое мнение. Значит, комплексное лечение, сейчас все-таки радикальное лечение рака молочной железы включает комплекс. То есть это операция, химиотерапия и лучевая терапия. И от этого мы и будем считать этапы. Что значит пререабилитация? То есть то, что если мы говорим о том, что больная начинает лечение с операции, тогда перед проведением хирургического лечения что должно быть? Лечебная физкультура в группе выздоравливающих – это один-два дня для исключительно подготовки с одной стороны психологической, с другой стороны для обучения правильному дыханию. Фармакотерапия – когда она нужна? Когда мы ставим цель – профилактику нарушения системы гемостаза. Использование компрессионных эластических изделий и индивидуальное назначение антибиотиков опять по мультидисциплинарному решению специалистов. Если первый этап начинается с проведения неоэдемантной химиотерапии, то что должно было быть? Что мы должны делать? Профилактика тромботических осложнений, коррекция сопутствующих заболеваний, которые есть у пациентки, то даже коррекция режима труда и отдыха и сбалансированные схемы нутритивной поддержки. Если начинаем с неоэдемантной лучевой терапии, первый этап у нас начнется, то тогда что мы можем использовать? Как радиопротекторы. С одной стороны, это гипербарическая оксидинация, то есть по рекомендациям американского общества, 13-го как раз издания, это является показанием. Конечно, мы можем использовать радиопротекторы. Вот они здесь все перечислены. Это антиоксиданты, это противовоспалительные препараты, это таргетная терапия. Сразу надо сказать, панацеи нет. То есть выбор за доктором. Следующее – это сюда же, как радиопротектор. Это некоторые виды физиотерапии. Электрофорез, локальная гипоксия, гипертермия, магнитный поля КВЧ. И не надо забывать, что если у больной есть сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы и левосторонние локализации рака молочной железы, то желательно назначение ингибиторов АПФ. Они не на 100%, но могут помочь в предупреждении лучевых повреждений легких. Начинается первый этап реабилитации. Вот его надо четко себе представлять. Что это такое? Если это хирургическое лечение начинаем, то это ранний послеоперационный период. Что это значит? От начала, от момента операции до первых шести суток. Это вот есть у нас такое понятие, знаете, да? Ранний послеоперационный период. Если мы начинаем лечение с проведения лучевой терапии и химиотерапии, то реабилитация начинается первый этап с первых суток от их начала. Почему нам так хотелось бы вылечить и вообще провести профилактику ранних послеоперационных осложнений? Ну вот они здесь все перечислены. Это как раз насчет высказываний Константина Викторовича. Так вот они практически мало отличаются ранние послеоперационные осложнения при радикальной мастектомии и радикальной резекции. Вот вы видите проценты. Отличается только вот в одном месте. Это, ну так, значительно отличается. Это расхождение краев раны. А, например, область, инфекция области хирургического вмешательства, ну вот по нашим санэпид понятиям, да, это поверхностная инфекция разреза только бывает при операциях на молочной железе. Ну, могут быть, конечно, другие, но надо очень сильно постараться. Все-таки максимально это все-таки это. Вы посмотрите, отличий практически нет. Ну, процент туда-сюда. Почему нам очень важно заниматься профилактикой ранних послеоперационных осложнений? Ну, общие понятия понятны здесь, но самое основное, что для онкологических больных? Затрудняют продолжение дальнейшей противоопухолевой терапии. Поэтому это не только с точки зрения реабилитации, как мы ее понимаем, но и с точки зрения продолжения радикальной терапии. Выраженности этих осложнений будет значительно больше, если будет неодиумантное лечение. Какие методы реабилитации мы используем на этом первом этапе? Сразу хочу оговориться. Вот то, что здесь написано, это проверенные технологии. Потому что есть, конечно, много научных подходов, но это проверенные технологии. Значит, интероперационное закрытие мертвого пространства – всевозможный вариант. Ничего не вредит. То есть вот что могут хирурги, можно делать. Компрессионно-эластические изделия – это смысл повязки бандажи. Белковые препараты. Ну вот вы видите здесь все перечисления, чтобы нам просто сократить. Значит, антибиотики. Вот такие могут быть использованы. Антикоагулянты. Почему важны? Потому что гиперкоагуляция выражена очень между вторыми и девятыми сутками в основном. Реополиглюкин. И для стимуляции регенеративных процессов мы должны что-то использовать. Значит, какие физические факторы на первом этапе обратить внимание после операционной реабилитации? То есть если у больной начался первый этап, начался с хирургии. Вот все, что здесь написано, опять оговариваюсь, это проверенные технологии, которые доказаны отдаленными результатами. Что сюда входит? Лечебная физкультура. С первых же суток не надо слушать, понимаете, обсуждений хирургов, которые с одной стороны пишут, что ни в коем случае нельзя, потому что будет расхождение раны. И будет лимфорей увеличиваться, это неверно, это неправильно, это давно доказано, что это не так. Поэтому с первых же суток сюда же мы можем включать лазерное излучение, видимое излучение, естественно, только красно-оранжевая область. Наружное использование газовой озонокислородной смеси, локальная магнитотерапия, низкочастотная электростатическая терапия. И электростимуляция лимфатического дренажа, хотите локальная методика, хотите центральная. Если мы начинаем лучевую терапию, какой у нас будет первый этап? Что здесь самое важное? У больных рак молочной железы все-таки значимые бывают поражения, лучевые повреждения кожи, легких и сердца. Ранние лучевые повреждения легких оцениваются исключительно по классификации рток. Дальше я буду говорить много классификаций. Я убеждена, что если у нас не будет единого подхода к классификации всех осложнений и их степеней, у нас ничего не получится ни с какими этапами реабилитации. Поэтому давайте придерживаться единых классификаций. Так вот, лучевые, ранние лучевые повреждения по классификации рток. Вот они пошли. Лучевые повреждения кожи. Мало того, что здесь указаны степени, здесь понятно описание, как мы это будем дальше расценивать. Какие методы реабилитации при этих лучевых повреждениях кожи? Ну, понятно, тщательный туалет кожи, использование всевозможных наружных трансдермальных кремов, мази и аэрозолей, различные повязки, гелевые, гидроколлоидные и так далее, лазеротерапия, ну, естественно, в красной области и наружная озонотерапия. Не буду еще раз оговариваться. Проверенные технологии. Все, что остальное используется, все не доказано пока с точки зрения отдаленных результатов. Лучевые повреждения легких. Опять, та же классификация рток. Вот это степени. Мы их, если мы их принимаем, то дальше, что мы используем? Фармакотерапия. Что используется? В основном противокошлевые средства. Пероральные или ингаляционные введения. Аэрозоли и по показаниям антибиотики. И баротерапия. Лучевые повреждения сердца. Опять, классификация рток. Четыре степени. Специальных каких-то методик физиотерапевтических, например, не существует. Но мультидисциплинарно вырабатывается определенная индивидуальная медикаментозная терапия. Если мы начали лечение больной с проведения химиотерапии, то что мы должны знать? Что может быть локальное местно раздражающее осложнение? Ну, поскольку при проведении лечения рака молочной железы это в основном все-таки внутривенная химиотерапия, то это будет местно раздражающее действие со стороны вен. Лебиты, тромбофлебиты, флеботромбозы, и если есть техническая погрешность, то экстравазация, последствия экстравазации. Причем опять, смотрите, четкая классификация. Непосредственные системные осложнения когда возникают? В первые часы после введения химиопрепарата. Максимум в течение первых суток. То есть первый этап реабилитации. Если ближайшее системное осложнение, то здесь с натягом они попадают в первый, во второй этап, потому что они возникают в процессе химиотерапии, но все-таки чаще во второй половине цикла или в его конце системные. Какие методы реабилитации при этом мы можем использовать? Значит, если это локальное осложнение, то вот здесь вы видите все. Это прием антикоагулянтов, компрессы, частичная мобилизация и так далее. Что мы должны помнить еще? Противорвотная антиемитическая терапия. Какая? Разработки общества русского. Все четко написано, но мы должны знать, что это начинается все до введения первого цитостатика, с первого курса химиотерапии. То есть первый этап, он при введении химиотерапии. Вот так должен выглядеть. Что можно использовать? Какие препараты? Ну, наиболее эффективные антиметики, вот они здесь указаны. Какие антагонисты? Какой второй этап реабилитации? Если у больного, у больной развелись ранние осложнения противоопухолевой терапии, то они должны переводиться из этих хирургических отделений в отделение реабилитации этой медицинской организации. Это одна ситуация, да? Ведь у нас же второй этап стационарный. Если развиваются поздние осложнения, то по показаниям они подлежат госпитализации уже специализированный реабилитационный центр. Ну, это вот я бы так хотел. А как уж будет, я трудно сказать. Какие общие показания для госпитализации? Ну, нечего их перечислять, мы все их знаем. Какие показания для плановой... Вообще видно? Видно, да? Какие показания для плановой госпитализации именно больных, которые имеют осложнения и должны поступать в реабилитационные центры или отделение реабилитации? Вот видите, здесь вот задержусь чуть-чуть. Понятно? Просто сформулировано. Мы, в общем, знаем, что мы именно с этим и хотим их госпитализировать. Какие противопоказания опять именно для больных, у которых есть осложнения противоопухолечения? В основном это противопоказания, обратите внимание, для проведения физических методов реабилитации, но не только, конечно. Какие осложнения основные возникают у больных после противоопухолевой терапии рака молочной железы? Все они представлены. Обратите внимание, степени указаны обязательно. Какая классификация... Значит, давайте прямо так. Первое основное осложнение – это лимфодемка. Да, о лимфостаз мы не говорим. Либо говорим постмастэктомический отек, либо говорим лимфодема. Классификации единые, на которые мы могли бы ориентироваться, не существует. В России используют 9 классификаций. Во всем мире, если сложить... Ну, вот вам подробнее скажет потом доктор Сидоров. По-моему, 15, если так не ошибаюсь. Ну, вот я использую собственную классификацию, которая, в общем, доказана многими годами. Какие бывают причины болевого синдрома? Вот они здесь представлены. На первом месте – это последствия длительной мебилизации руки. То есть отсутствие лечебной физкультуры в раннем послеоперационном периоде. И, конечно, местные неврологические расстройства, которые могут быть интероперационны. Или, как последствия, лучевой терапии. Потому что они все-таки не бывают... Я не говорю о нейропатиях. Они все-таки не бывают при проведении химиотерапии. Какая классификация для болевого... Для ограничения подвижности? Ну, это вот тоже собственное. Вот тоже пользуемся много лет. Какие виды неврологических расстройств? На две большие группы. Либо это кожная чувствительность повреждения. Не влияет на функциональные результаты вообще. Обращать внимание на это не надо. Дискомфорт – да, но с этим ничего не сделаешь. А вот вторые – это уже грубые повреждения нервных стволов. Ну, по типу плекситов. Степени выраженности болевого синдрома. Собственные ничего не изобретали. Они все вообще существуют. Хотите – используйте вербальные оценки. Хотите – цифровые. Хотите – могиловский болевой опросник. Сейчас стали увлекаться шкалой тампа. Ну, или нейровизуализация. Поздние лучевые повреждения кожи. Опять, та же классификация рток. Вот они здесь представлены, эта классификация. Поздние повреждения легких. Они все, ну, трактуются рток как невмофиброз. Вот степенью указана здесь. Лучевые повреждения различных структур и тканей сердца. Это опять классификация рток. И на это надо основываться. Оценка степени выраженности посткоструционного синдрома. Какая может быть существует? По частоте приливов жара или по Куперману индексу. Поскольку мы говорим о втором этапе. Значит, про хирургическое лечение понятно. После окончания химиотерапии что может быть? Отсроченные осложнения возникают через 3-6 недель после химиотерапии. Отдаленные осложнения позднее 6-8 недель. Поэтому я как-то не очень представляю, как это может войти в систему с первым этапом. Вот то, что говорил, кстати, тут вот не очень я пока это представляю себе. Значит, конечно, а вот они здесь все представлены. Как зависит лечение от индивидуальных особенностей, конечно же. Типа, дозы, схемы, режима введения препаратов. Какие показания для госпитализации больных в отделении многопрофильного стационара? Ну вот, например, если это плексопатия, например, с поражением. И второй, третьей степени болевой синдром или третий, четвертый. О каком реабилитационном вообще стационаре может идти речь? По-моему, это должно быть исключительно неврологическое или хирургическое отделение. Так, какие методы реабилитации на втором этапе мы используем? Оперативные и консервативные. Из оперативного лечения вот здесь все виды. И в скобках эффективность. Есть литературные данные по эффективности. Что из консервативного лечения мы можем использовать? Вот здесь представлено экзопротезирование, фармакотерапия и так далее, и так далее. Последняя физиотерапия. Какие методы физиотерапии? Опять, только проверенные методы здесь указаны. Вот, если видите, круги или видны, не видны. Вот на этом слайде представлены литературные данные по сочетанию различных методов лечения лимфодемы. То есть, все авторы, все по-разному. У всех разные классификации, у всех разные оценки, у всех разные критерии включения, в общем, все разное. Собственные результаты вот такие. Отработанные технологии. Предпоследний, вот предпоследний столбик, да, если посмотреть, то это комплексное лечение, оно вот дает такие результаты. Причем в отдаленных сроках. Какая физиотерапия используется при болевом синдроме на втором этапе? Вот здесь представлено. Ну, простите, коллеги. Собственные результаты того, что было перед этим слайдом, вот вы видите, высокие очень, в отдаленные сроки. Каким образом лечатся лучевые повреждения кожи? Вот здесь представлено. Лучевые повреждения легких. На этом слайде вы видите. Какая физиотерапия используется при лучевых повреждениях легких? Вот эти методы. Собственные результаты с правой стороны, вот где 4 столбика, это вот наши результаты. Лечение посткустрационного синдрома. Опять, только проверенные технологии. Здесь, на этом слайде. Собственные результаты лечения высокие. При отсроченных и отдаленных осложнениях химиотерапии. Поддерживающей терапии, которая разработана международными специалистами. Имеются опубликованные клинические рекомендации по этим методам лечения. И третий этап реабилитации. Как мы его должны воспринимать? Проводится в соответствии с теми технологиями, которые отработаны для второго этапа реабилитации. Либо в отделениях и кабинетах реабилитации амбулаторных учреждений, амбулаторных клинических. Либо в специализированных стационарных реабилитационных центрах. Либо в учреждениях по уходу. Мы же не можем отказать больную, например, в четвертой стадии в отсутствии реабилитации. Если она не может, например, передвигаться. И в санаторно-курортных учреждениях. Если доктора хотят использовать на третьем этапе реабилитации, физиотерапию или такие же активные методы реабилитации, то вот такой порядок направления больных должен строго соблюдаться. То есть все начинается не с врача-реабилитолога, а все начинается с врача-районного онколога, который должен дать заключение доктору-специалисту по реабилитации. Так, собственно, к какой группе больных относится этот пациент? К клинических группах, которые утверждены у нас Министерством здравоохранения. И обратите внимание, эта справка действительно максимальна. В течение трех месяцев. Если мы онкологи, мы знаем, что этот срок очень важен. Потому что если больной был до этого обследован, то пока он будет ходить с этими справками, придет к доктору на третий этап, то уже надо будет снова обследоваться. Поэтому все-таки мы ограничиваем сроки этих заключений. И вот подробно, все, что я сейчас Галопом вам сказала, плюс на всех этапах психокоррекции, вот в этой книге, которую у меня с автором мы только выпустили, она уже есть, ее можно купить, недорогая совершенно. И вот последний слайд. Нормативно-правовое обеспечение реабилитации больных рака молочной железы. Обратите внимание, первый приказ, на который могли еще как-то физиотерапевты и реабилитологи сослаться, он уже давно утратил силу. Что у нас сейчас есть? Есть министерством утвержденный стандарт от 2006 года, стандарт именно медицинской помощи этим больным, о которых мы сейчас говорили. Наши рекомендации, наши учреждения по медицинскому отпору и направлению онкологических больных, третьей клинической группы на санаторно-курортное лечение, 13-й год. Лечебная и физкультура на этапах реабилитации, тоже наша рекомендация, 13-й год. И федеральные клинические рекомендации от Института Герцена, это тоже 13-й год. Это я не знаю, что это такое. Да, все, благодарю за внимание. Спасибо. Продолжение следует...